Физкульт, привет! Друзья, ученики, просто случайный зритель. Еду на тренировку и, как всегда, отвечаю, обсуждаем очередную тему, отвечаем на очередные вопросы. Почему-то в последнее время очень много приходит вопросов по поводу питания и инсулина, именно в том ключе, в котором я не ожидал. Опять-таки, друзья, знания есть, понимания, сути процесса нет. Что спрашивают люди? Люди спрашивают, задают вопрос. Как? Вы же говорите, что инсулин не нужен. Почему тогда вы утверждаете, что если есть часто, то это лучше способствует жиросжиганию, похудению? Ведь инсулин будет выбрасываться чаще. Казалось бы, на первый взгляд, что логика в этом есть. Но, давайте, друзья, рассуждать. Чем плох выброс инсулина? И когда он влияет, мешает нам жиросжиганию? Когда это редкие выбросы, и когда это очень высокие выбросы? Вот только после этого ответа уже, в принципе, вам всем должно стать ясно. Когда мы питаемся часто, то мы едим за раз, разовая порция, гораздо меньше, чем если мы питаемся редко. Правильно? Объем съедаемый за раз меньше, чем чаще мы питаемся. Отсюда делаем простой вывод. Выброс инсулина будет не таким высоким. Пик выброса будет не таким высоким. Конечно, если вы не кушаете каждый раз торты, пирожные, всякую дрянь. Мы говорим сейчас о нормальных людях, которые стараются более-менее грамотно, правильно пищей питаться. Так вот, выбросы инсулина будут равномерными, небольшими на протяжении суток. Что будет положительно сказываться на жиросжигании, не будет вот этих резких пиков. А когда вы кушаете 2-3 раза в сутки, вы за раз можете съесть очень много. Выброс будет все равно. Но чем ровнее выброс инсулина, а я вам скажу, что инсулин выделяется на любую пищу, в принципе. На сахара, на быстрые сахара он выделяется моментально. На медленные углеводы он выделяется не так резко. На молочку он выделяется с заторможенным откликом минут через 40. Конечно, если это не сладкие йогурты. Так что, друзья, все в принципе предельно просто и ясно. Едим часто, по чуть-чуть и худеем. Именно так поступают большинство профессиональных культуристов, когда готовятся к соревнованиям. Они начинают есть чаще. При том, что и так едят 4-6 раз в сутки. Многие перед соревнованиями, когда нужно максимально избавиться от жира, едят до 10 раз в сутки. Ну и смотрим еще то же, что мы едим, когда мы едим. Все это очень важно. Вы помните, в моих статьях и видео о инсулине я говорил, что нам показан выброс инсулина. Полезен он сразу по окончании тренировки. Сразу. Не когда вы придете домой, а сразу после того, как вы сделали последнее повторение заключительного упражнения, заключительного подхода. И нам противопоказан резкий выброс инсулина с утра, сразу после пробуждения. И крайне противопоказан вечером. Поэтому мы и строим свое питание через призму инсулина. И еще, конечно же, если вы будете питаться часто и грамотно, то выбросы инсулина действительно будут очень низкими. Они будут плавно распределены в течение суток. Это не будет стрессом. Не будет забирать весь сахар, крови. Это тоже очень важно понимать, учитывать. При составлении рациона вашего питания. Так что, друзья, такие вот пироги у нас с вами. Что еще можно сказать о питании? Вот сейчас готовлю очередную девочку, Юлю, к соревнованиям. Очень мало времени у нас на это было. Она первый раз готовится. Два месяца всего. Как она приняла решение, что хочет выступить. Поэтому это было очень интенсивно. Не совсем полезно, скажем так, для здоровья. Как если бы мы растянули это на более долгий период. На 4-6 месяцев в идеале. И она очень сильно избавилась от жировых накоплений. При этом практически не потеряв мышечную массу все равно. Мы просто играли с ней углеводами. То урезая их полностью, то оставляя мало. То делая горки. Но сохраняя силовой тренинг. Для того, чтобы как раз организм понимал, что ему необходимы мышцы. Для того, чтобы справляться с той силовой нагрузкой, которую его заставляют выполнять. И естественно не отдавал мышцы так легко. А вы знаете, что мышцы организм отдает более охотно, нежели жир. Связано это с природой, с выживанием. Жир это неприкосновенный запас. Который нужен для того, чтобы если вы ставите организм в режим голода, голодания. Чтобы было чем питать мозг и внутренние органы. Что в первую очередь делает организм. А мышцы в этом случае ему только мешают. Потому что требуют на себя дополнительную энергию. Дополнительный расход калорий. И он естественно отдает мышцы, чтобы быть в режиме энергосбережения. Как ваш сотовый телефон, когда зарядка заканчивается. Так что друзья, помните всегда о необходимых грамотных манипуляциях с питанием и силовыми тренировками. А если, к примеру, сидеть на низкокалорийной диете и при этом еще делать очень много классического кардио. Вы с гарантией, с гарантией будете терять мышцы. Что в принципе и происходит зачастую. Спасибо, что присылаете вопросы. Ставьте лайк. Делитесь этим видео в своих соцсетях. Если что-то не нравится, если с чем-то не согласны. Ставьте дизлайк. И аргументированно в комментариях напишите, что не так, как есть на самом деле. Спасибо всем, что смотрели. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока.